Я глаза открываю, я между двумя полей. И позвоню одному брату, другому, я так и так, под завалом, и помоги им. И все, МЧС, судим, судим, они начали помогать. Вытащили меня через три часа после того. Там мой родной брат, и Виктория Сергеевна, там и бабушка. Остальные народы успели выскочить как-то, у них удалось. Потому что кто был ближе к выходу, они выскочили. А я был краем, ну вот там с той стороны, оказывается, тоже были выходы. И оттуда меня вытащили. А к брату еще не добирается, может до слоя доберется. Брат был в укрытии в это время, а глубже? Ну мы же все были там, спали, скажем, в этот момент мы все спали. Мы не знали, чтобы прилететь сюда, понимаете, тут не военные объекты, ничего. Хочу сказать, Российская Федерация, отвалительная хрен от нас. Я лично вот узбек, тут я не видел никакого нацистка, я не видел. Мы живем уже 22 года. Мы тут живем, еще мне никто не сказал тебе откуда. Я не видел, 22 года, у меня тут сыновья родились, дочери мои родились. И моего брата. Не дай бог, если брат не выживет. Вам пизда, поверьте мне. Идет серый, бачите, все, тишина. Слева, справа. Подкорректируй. Серега, там, где мы разгребали, или в другой стороне. Давай, пацаны, тогда плиты идти убирать. Тобто, с трех до четырех были ракетные удары по нашему місту. Сейчас мы находимся в самом центре города, где дом культуры. Тут не было никого, ни військовых. Тут просто культурный дом. Сегодня мы видим, что от него осталось. На жаль, там також зруйнована полностью школа. Школа також цивильный объект. Там совсем никого не было. Я совсем не понимаю, кому школа це заважала. Вона была одна з найкращих шкіл. Не так давно ми там зробили дуже гарний ремонт, і були дуже гарні створені умови для того, щоб дітки нашим мали можливість навчатися. Також дану школу ми розглядали на всяк випадок, як і пункт обігріву. Також знов були ракетні удари по мікреонавиатор, який також постраждав з самого першого дня війни, де були зруйновані житлові будинки. Сьогодні також були ракетні удари, і там зруйнована теплова мережа. Ну, як бачите, рашисты, что натворили. Стиды, сором. Ученів не было, військовых не было. Ну, це таке твориться, я не знаю. Їх Бог покарает, я так думаю. Півшколи нема. Внизу це тір був, зверху це перший поверх, це була борьба, дзюдо. Другий поверх був комп'ютерний, а третий – хімкабінет. Праворуч кабінет директора, другий поверх, нічого нема. Тобто це скільки поверхів обвалилося? Три, всі три. Це ракета була, вона аж до низу дістала. Даже батареї на вулиці, воно повикинуло. Бачите? Дома, які поруч, вікна повелітали у людей. Оце таке зробили рашисти. Три ночі. Після трьох. Три, 15, три, 20. А безпосередньо боєприпас, який був вилучений, це був двигун від С-300, це взагалі система земля-повітря, але вже давно була підозра, що російська сторона використовує їх як земля-земля. Тому що це вже не поодинокий випадок у нас по Харкову і Харківській області.